Привет, чуваки-чувики! Я Ник Рид. Игра Skills Special for Setsu, подобно спруту, простирает свои щупальца по всей Азии. И сегодня они достигли Японии и Таиланда. Вот об этих двух серверах сегодня и пойдет речь. Я не буду никого в этот раз агитировать, где играть. Или на Филиппинах, в Тайване, в Китае, в Японии, в Таиланде. Вы досмотрите это видео до конца. Я просто сделаю короткое такое сравнение всех серверов, а вы сами уже выберете, что для вас больше подходит. Ну и, естественно, сделаю несколько рекомендаций по выбору того или иного сервера для игры. Для того, чтобы зарегистрироваться и скачать дистрибьютив игры, мы отправляемся на официальный сайт. В общем, избитая такая фраза, но без нее никуда не денешься. По-другому я не знаю, как сказать. Вот так вот выглядит официальный сайт тайландского сервера. Вот японский. Отличаются они только внешним видом. Название тоже хапитук. Но вот здесь в строке, в адресной, отличие вот такое. Здесь написано JP, Япония, Japan. Здесь TH, Таиланд. Ну и начнем с Таиланда. Значит, для того, чтобы зарегистрироваться, нам нужно нажать вот эту красную кнопку. И мы попадаем на страницу регистрации. Здесь я не буду подробно ни на чем останавливаться. Тут очень понятные пошаговые инструкции, которые вам предстоит выполнить. Единственное, что я не уверен, что можно зарегистрироваться с помощью любого email адреса. Я регистрировался на Gmail, то есть на гугловскую электронную почту. Вы можете попробовать на любую электронную почту, которая у вас есть. Если не получится, то с гуглом обязательно получится. То же самое в Японии. Нажимаем на вот эту кнопку, попадаем на сайт регистрации. И здесь все то же самое. При регистрации можете вводить один и тот же логин и пароль, что при регистрации на сервере Таиланда, что при регистрации на сервере Японии. То есть эти сервера никак не взаимосвязаны, поэтому можно использовать один и тот же логин и пароль, чтобы вам не путаться и не запоминать целые десяток. Дальше все, мы зарегистрировались. Теперь нам нужно скачать игру. Для того, чтобы скачать дистрибутив игры для серверов Таиланда, вам нужно нажать вот на эту кнопку и вы попадаете на страницу скачивания дистрибутива игры. Чтобы скачать дистрибутив игры для японского сервера, вам нужно нажать вот сюда и вы попадаете на страницу скачивания дистрибутива. Вот можете полностью весь архив скачивать по отдельности в одну папку, потом запускать иксешник и он вам все установит. Но я не рекомендую вам заморачиваться этим. Достаточно скачать вот только сетап эксе. То же самое здесь. Также здесь советую скачать только сетап эксе. Вот так оно выглядит. Вот это вот сетап эксе японский дистрибутив вам скачает. А этот тайландский. Я не буду пользоваться ни тем, ни тем установщиком, потому что у меня уже установлено. Я только расскажу, что если вы скачаете только сетап эксе, он вам установит клиент игры, который сам автоматически будет докачивать все, что нужно. Все последние обновления и вам не придется никак заморачиваться. Как только скачается весь дистрибутив, он автоматически начнет устанавливаться. Вам останется лишь нажать кнопку старта. Вводим пароль. И входим в игру. Мы на сервере Японии. Вот какие-то призы я получил. Переходим домой. Значит, сразу дается денег. Я не скажу сколько. Я не помню. По-моему, 100 или 75 тысяч. Я не помню. Ну, смотрите, я не тратил абсолютно ничего. У меня 177 тысяч. Здесь такой, ну, останавливаться на чем-либо здесь я не буду вообще. Потому что тут все идентично, как на сервере Тайваня и Филиппин. Вы сами грамотные во всем здесь разберетесь. Во всех вот этих вот опциях они все абсолютно одинаковы. Я ни на чем останавливаться не буду. Единственное, что я сейчас хочу войти в игру и продемонстрировать, какой пинг. Ну, смотрим пинг. Вечно оранжевый. Где бы я ни был зарегистрирован в Азии, пинг вечно оранжевый. У всех зеленый. Тормозов никаких нет. Видите, все очень быстро. Плавно. Картинка плавная и быстрая. Эх, пока перезаряжался, меня завалили. Ну, в общем, здесь я останавливаться долго не буду. Выходим с игры. Все-таки я перейду в магазин. Здесь есть один такой нюанс интересный. Я хочу на нем остановиться. Значит, чтобы вам приобрести какой-либо дополнительный персонаж, потому что любимый персонаж, внешность персонажа в начале игры здесь недоступна. Вот лично для меня. Я бы хотел играть вот за этого чувака. Но, чтобы его купить, мне нужно достичь 31 уровня развития. Вы представляете? Не третьего. 31. Это нужно играть очень долго. Вот это единственный недостаток. То есть мне придется очень долго играть вот этим персонажем, который мне дается изначально. Все, выходим из игры японской. И давайте отправимся, посмотрим, как дела обстоят в Таиланде. Вот так выглядит клиент игры Таиланда. Как видите, здесь практически все на английском языке. То есть более приемлемо, более понятно. И я также заметил, что при запуске не было никаких обновлений. Но когда я запускал японский клиент игры, скачивалось небольшое обновление. Нажимаем старт. Вводим логин и пароль. И вот мы находимся теперь уже на сервере Таиланда. Тут приз, конечно, поскромнее. Отправляемся домой. Здесь немножко поскромнее, чем в Японии. Но я имел возможность сразу же купить любимый персонаж. Вот вы видите, он у меня уже есть. При входе в игру, конечно, денег мало здесь дается. В остальном все одинаково, поэтому останавливаться я ни на чем не буду. Мы сразу же переходим к выбору игры для обзора пинга. Смотрите, здесь тоже все написано, практически все написано по-английски. То есть разбираться, ориентироваться здесь гораздо легче. Вот только на некоторых активных кнопках надписи тайские. Так, вот теперь я имею возможность посмотреть настоящий свой пинг. Тоже вечно оранжевый, у всех зеленый. Так, ну где, где моя смерть? Вот она. Да, и чатом пользоваться можно тоже сразу, но, к сожалению, печатаются только английские буквы. Русский шрифт здесь не поддерживается. Странно. В Японии поддерживается и русский, и английский, но здесь только английский. Все, выходим с этой игры. Ну и в конце видео я, как обещал, хочу дать краткую сравнительную характеристику всем серверам, где я играл. Начинал я с Филиппин. Там, значит, преимущество это хоть на немного, но там больше народа, чем, скажем, в Японии или в Китае. Китай и Япония, они, как бы, равноценны по количеству людей. Значит, но минус какой на Филиппинах? Нужно играть с организованным на компьютере VPN-подключением. Без этого ничего не получится. Еще один минус на Филиппинах, это крайне большое количество читеров. Следующий сервер, на котором я играл, это Тайвань. На Тайване отличная ценовая политика, ничего нельзя сказать о сервере Филиппин. Но народа играет на порядок меньше. Плюсы. Сразу дается больше денег, чем на сервере Филиппин. При регистрации и запуске игры не нужно VPN-подключение. Из минусов, очень мало народа играет. И все, кто играет, практически читеры. Следующий сервер, где я зарегистрирован, это сервер Китая. Из плюсов. Пожалуй, ничего не могу назвать из плюсов. Из минусов, это крайне тяжелая регистрация. В процессе игры присутствуют частые завессоны, иногда до 40 секунд. Высокая ценовая политика, крайне мало бонусов. Ну и так далее. Пожалуй, Китай из всех серверов, где я играл, самое хуже место. Ну и следующие сервера, это Япония и Таиланд. И там, и там все здорово. Единственная разница в том, что население Таиланда в два раза меньше, чем в Японии. Поэтому на японских серверах немного больше народа. Ну и если сделать вывод, то мне наибольше понравился японский сервер. Вот он из всех как-то выделяется. Народа побольше, ценовая политика приемлемая. В магазине вещей, конечно, не очень много, которые можно купить за игровую валюту. Но достаточно, в общем, чтобы вдоволь наиграться. И рекомендация личная от меня. Для того, чтобы вы сами определились, где вам лучше будет играть, скачайте, не поленитесь, скачайте дистрибутивы игры всех серверов, которые я предлагал. И лично попробуйте поиграть на том или ином сервере, для того, чтобы вам было легче определиться, где все-таки вам остаться навсегда. Ну, на все время. На длительное время. То есть, не будете же вы играть на всех пяти серверах. Какие-то вы откинете и оставите для себя один единственный. Там, где вам будет наиболее комфортно играть. В общем, на сегодня все. Увидимся. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»